приветствую ребята да это новая история злодея да новая история злодея на этот раз это мэлвинборг из капитана подштейника точнее точнее мультсериала dreamworks под названием эпические рассказы о капитане подштейнике да название такое такое же незамысловато как название фильма на котором основном на котором основан сериал но мы пока что фильм не разбираем ладно встречать главного антагониста этого сериал этого сериала а именно мэлвинборга мэлвин ричард снегли также известны как мэлвинборг чтобы отличать своего младшего двойника или его маскировку вилла вилл и вилл эндонемис является главным антагонистом анимационного сериала dreamworks эпические рассказы о капитане подштейнике который который основа который был основан на серии детских книг комиксов до вопилки капитан подштейник мэлвинборг мэлвин снегли из будущего который пришел нас который пришел настоящее чтобы гарантировать что его на что его нынешняя поступит в колледж в колледже свои мечты после увольнения мистера крупа после увольнения мистера крупа с работы и он в конечном итоге становится директором начальной школы джорома хорвица вместе со своим младшим я которая под его руководством была переименована в начальную школу мэлвина снегли его озвучивает хорхи диас который озвучивает его прежнего я своего двойника из альтернативной временной линии да есть к тому же мэлвин и зетт из альтернативной реальности и райсла рэка в этом же шоу ладно поговорим о внешнем виде мэлвин у мэлвин борга у мэлвин борга такая же внешность как и у своего как и у него самого как и у него самого в молодости и он наполовину киборг да забавно что мэлвин борг это как бы киборг наполовину хотя дату хотя он раньше выглядел вот так реально и до правая сторона мэлвин борга правая сторона мэлвин борга и именно его тело и галстук волочком полностью механические в то время как его левая сторона является органической ну то есть полностью нормальная и да забавно что в правой части его тела нету волос и тут как бы виднется мозг надо зашибись поговорим о личности мэлвин борга в личности мэлвин борга прибыли преобладает навязчивые потребности в контроле и порядке с ранних лет эта черта проявлялась в его презрении к творческим к творческим не структурированным выходкам джорджа и гарольда потребность мэлвина навязывать жесткие правила и стандарты отражает глубоко укренившийся страх перед хаосом перед хаосом и веру в то что только с помощью строгой регламентации можно поддерживать порядок эта держимость руководила его действиями на протяжении всего времени пребывание на посту директора часто приводя его край к крайним мерам для утверждения своей власти перфекционизм мэлвин борга где тесно связан с его потребностью в контроле он стремится к идеализированной версии порядка и эффективности которых по его мнению можно достичь только с помощью абсолютной точности эта черта проявляется в его попытках рефор реформировать школу образ школ школьную образовательную систему и его неудовлетворенности чем-либо меньшим чем безупречное чем безупречное соблюдение его правил его перфекционизм подпитывает его разочарование когда что-то неизбежно идет не так еще больше усиливая его стремление к доминированию мэлвин борг проявляет проявляет сильные авторит сильные авторит авторитарные наклонности используя свое властное положение чтобы навязывать свою волю другим его стиль руководства характеризуется отсутствием терпимости и инак и инакомыслию и год и готовностью при применять суровое наказание за любое за любое отклонение от его указаний этот авторит этот авторитаризм проявляется в его создании роботов учителей и частных и частных изменениях правил направленных на пересечении любой формы сопротивления или наблюдения важным аспектом личности мэлвин борга является его эгоизм он считает себя высшим авторитетом и центральные фигуры в школе часто часто в ущерб другим его его эгоцентричный эгоцентричный характер подчеркивается его действиями такими как песни которые он заставляет студентов слушать в которой фигурирует только его имя подчеркивая своего стресса и стрим подчеркивай подчеркивая свое стремление к постоянному признанию его и валидации этот эгоизм подпитывает его веру в свое превосходство и его настойчивое стремление быть в центре всеобщего внимания манипулятивная наклонность наклонности мэлвин борга очевидны в его схемах и планах по достижению своих целей он часто использует обман и хитрость чтобы маневрировать чтобы маневрировать ситуациями в свою пользу например когда когда подменяет свод правил кулинарной книгой чтобы саботировать усилия джорджа и гарольда его манипулирование распространяется на его взаимодействие с другими людьми где он использует психологическую тактику чтобы контролировать окружающих и влиять на них чтобы они соответствовали его видению мэлвинборг отличие мэлвинборг отличается ярко выраженной нетерпимостью к творчеству и и на и инновациям которые по его мнению разрушают его представление о порядке эта нетерпимость кренится в его убеждении и что творчество подрывает структуру и контроль его враждебность по отношению к джорджу и гара джорджу и к и гарольду которые олицетворяют творчество и юмор отражают его более широкое презрение ко всему что бросает вызов его жестким стандартам и угрожает его контролю безжалость без жалостность без жалостности мэлвинборга определяющие определяющие черта его характера демонстрируемая его готовностью идти по крайне идти на крайние меры для достижения своих целей его действия часто наносит значительный вред и уничтожают других например когда он увольняет мистера крупа или изгон или исключает джорджа и гарольда без угрызений совести это безжало это без жалостность побочный эффект его одержимости контролем и его веры в то что любое действие оправдано если оно служит его цели несмотря на его внешнюю уверенность и авторитарное поведение за личностью молвинборга стоит глубокое чувство беззащитности его потребность постоянно утверждать свое господство и контроль можно рассматривать как защитный механизм максим маскирующий его неуверенность в собственной ценности и возможностях вся неуверенность движет многим его действиям поскольку он ищет подтверждение контрол подтверждение и контроль чтобы противостоять своим внутренним сомнениям мэлвинборг питает сильное чувство мести особенно по отношению к тем кто бросает кто бросает вызов или подрывает его авторитет его соперничество с джорджем и гарольдом перестает перерастает в личную вен в личную вендетту заставляя его преследовать их со все возрастающей интенсивностью и злобой эта мстительность проявляется в его многочисленных планах у братьев из своей жизни и восстановить контроль движимый желанием свести счеты и доказать свое превосходство характер мэлвинборга включает в себя значительную трансформацию из безжалостного антагониста во фигуру способную к искуплению изначально движимый своими негативными чертами он он претерпевает глубокие изменения осознав последствия своих действий этот сдвиг отмечен в реше отмечен его решение помочь джорджу и гарольду что в конечном итоге привело к его собственному удалению и восстановлению баланса и это и все что сделал наш мэлвин то есть мэлвин из настоящего ведь мэлвин из настоящего понял что мэлвин что он из будущего делает делает не то что он хотел да вообще не то что он хочет в жизни это арка искупления подчеркивает сложность его характера учитывая что даже самые эгоистичные личности могут развиваться и стремиться к позитивным переменам поговорим о биографии мэлвин борга мэлвин снедри с юных лет мэлвин снедри с юных лет славился своим исключительным академическим талантом и впечатляющими технологическими науками будучи студентом он неизменно получал высшие баллы и демонстрировал удивительную удивительную сосредоточенность на учебе выделяясь как образцовый студент однако этот академический успех сопровождался заметным соперничеством с джорджем бёрдом и гаральдом и гаральдом хэтчинсом которые часто бросали вызов строгому следованию мэлвина академическим нормам своим творчеством и юмором это соперничество было не просто вопросом личных предпочтений она стала определяющим аспектом характера мэлвина и его будущих поступков ранние годы мэлвина также были отмечены не также были также были отмечены навязчивой потребностью в контроле и порядке его презрение к разрушительным но изобретательным выходкам джорджа и гарольда становилось все более сильным укрепляя его враждебное отношение к ним это зацикленности на контроль и совершенстве впоследствии повлияло на его мотивы и действия исключительные технологические навыки мэлвина намекали на его потенциал оказывать значительное влияние и формировать будущее подготавливая подготавливая почву для его превращения для его превращения в мэлвинборгом в мэлвинборга поворотный момент в жизни мэлвина произвел когда он попал серьезную автомобильную аварию тяжесть его травм тяжесть его тяжесть его травм стала драматическим поворотным моментом поскольку мэлвин претерпел превращение в киборга его физическая трансформация сопровождалась глубокими глубоким психологическим сдвигом сдвигом аварии последующие улучшения усилили и без того сильное стремление мэлвина к власти и контролю фундаментально изменив его траекторию траекторию и определив его будущее действие мэлвинборг также известен также известны как вилл энден мисс впервые появился на публике когда джорджи гарольд обратились к нему по поводу приз произвольных изменений изменениях изменений правил мистера крупа мэлвинборг воплощая себя в будущем заверил их что директор при придумывающий правила на месте нарушать школьную политику он потребовал книгу правил намереваясь использовать ее для смещения для смещения мистера крупа с занимаемой должности эта ранняя встреча подготовила почву для его последующих действий и дальнейшего антагонизма по отношению к джорджу и гарольду вы тошнотворно в серии тошнотворные испарения мэлвинборг обратился за помощью к к саб к себе из из прошлого чтобы чтобы джорджи гарольд были приняты вылетную частную школу этот план провалился когда мэлвин подменил книгу правил кулинарной книгой что привело к череде событий в результате которых мэлвинборг уволил мистер крупа мистер крупа и исключил джорджи джорджи гарольда этот инцидент пока показал что мэлвинборг был готов пойти на многое чтобы утвердить свой контроль и устрем и устранить предполагаемые угрозы истинная сущность и характер мэлвинборга раскрылись когда джорджи гарольд столкнулись с ним они обнаружили они обнаружили а мне они обнаружили что он был не просто авторит авторитарным директором а мэлвином снегли из будущего мэлвинборг также раскрыл свою природу киборга изгн искать исключив крупа групп группа джорджа и гарольда из школы и укрепив свой контроль над учебным заведением ну над школой это откровение ознаменовало значительную экс экслацию эскалацию его стремление к доминированию получив управление школой мэлвинборг переименовал его в начале ее в начальную школу мэлвина снедли с сигнализирующий сигнализируя полной перестройки образовательной среды он заменил он заменил существующих учителей на робот на роботов на роботах на роботов учитель тронов стремясь обеспечить соблюдение стройких образовательных стандартов которые сделали выпуск студентов практически невозможным этот шаг отразил его повышенную одержимость контролем и порядком поскольку он стремился навязать свое жестокое видение каждому аспекту школьной жизни в серии безумная я безумная ярость грозный грозный фуркули попытки мэлвинборг мэлвинборга навязать свое видение контроля включали в себя принуждение всех студентов одеваться как он или носить костюм железного мэлвина он еще больше утвердил свое господство загрузив песню с участием только своего имени на телефон каждого ученика подчеркнув свою концентричную натуру и стремление к признанию в серии уж уже со ужасающей школы улья продемонстрировали неудачную попытку мэлвинборга превратить приводить учителей в пчеловодов внедрив в них дэнка пчелы этот эксперимент имел неприятные последствия когда мисс риббл превратилась в королеву зомби вызывав хаос в результате медведи погнались за мэлвинборгом и мэлвином из-за банок с медом этот этот инцидент высветил непредсказуемые часто катастрофические результаты попыток мэлвинборга навязать свое видение порядка в серии серии нерепое уничтожение назойливый назойливого мэлвинборг создал рейтинговую таблицу которая поместила его на первое место подчеркнув свой подчеркнув свое гость свои эгоистичные наклонности его план провести урок с участием крысы был нарушен был нарушен неожиданным появлением неожиданным появлением это вообще чё за чё за ну попа кабры что привело к дальнейшим к дальнейшим беспорядкам и хаосу школе контроль мэлвинборга над школой столкнулся с проблемами в серии подлом поступка коварного дедезавра когда мистер круп не смог не смог уследить за джорджем и гарольдом как было как было приказано эта неудача позволила джорджу и гарольду получить дополнительную оценку подорвав усилия мэлвинборга и продемонстрировав постоянные препятствия на пути его авторитарного правления в серии темный синдикат темный синдром зловещего пятна мэлвинборга и мэлвин находясь под контролем под контролем с плотча который заставил их связать и джорджа и гарольда джорджа и гарольда мальчиком удалось сбежать сбежать с помощью статического электричества что также освободила мэлвина и мэлвинборга из-под контроля из-под контроля из плотча этот эпизод продемонстрировал уязвимость планов мэлвинборга перед лицом непредвиденных проблем в серии причудливый причудливый блитскриг блитскриг надоедливых мух убийц мэлвинборг оказался запертым в комнате страха вместе с мистером крупом во время нападения ситуация привела их к сближению когда они танцевали под музыку кантри демонстрируя редкий момент сотрудничество человек сотрудничество и человеческой связи связи среди хаоса правления мэлвинборга в серии проблематичная проблематичная пандемию карающий карающий был блужерин бунжерин включал мэлвинборга в организацию ступли выступление для мистера крупа на съезде тиректоров его план заставить крупа выступать в костюме кролика чтобы выиграть поездку популярная популярный аквапарк подчеркнул его склонность к малипуле к манипулированию и желание унижать других ради собственного ради собственного развлечения в серии на пусть серии напыщенная болтовня напыщенная болтовня мозга блаболился мэлвинборг и мэлвин чуть не убили мистера крупа с помощью акул после этого инцидента мистер круп переехал в новую перешел в новую школу а мэл вины перевели перевели джорджа и гарольда в новую школу в попытке исключить их из своей жизни этот шаг ознаменовал значительную экскалацию усилий мэлвинборга по устранению своих противников мэлвинборг ненадолго появился появился в серии безум безумный едкий безумный безумный едкий спрей от заразного чихания крылью со но сыграл минимальную роль в эпизоде его и его влияние на этот период было ограниченным что отражает временную утрату его обширного контроль над событиями в серии мусорная история о бурной жизни в серии мусорная история мусорные истории о бурной жизни тропа дампа мэлвинборг создал контейнер сак от rush предназначены для транспортировки мусора в другое измерение план провалился когда когда трамба трамба дамп ну трамба дамп использовал контроллер чтобы запустить мусорный вихрь угрожавшие их измерению победа джорджа и гарольда в конкурсе на приз гора гора цуа дампа гора цуа дампа в то время как мэлвин занял третье место еще раз подчеркнула и это еще раз подчеркнула провал попыток мэлвинборга навязать свое влияние во финале второго сезона во финале второго сезона а именно в серии изнурительная травма коварных испытаний на над болтливостью действием действием мэлвинборга достигли достигли кульминации он скопировал он скопировал ловушки из комиксов джорджа и гарольда а мэлвин получил особые способности от наноботов мэлвинборга эти наноботы переместились в мозг капитана почтальника угрожая глобальным разрушением кстати да капитан почтальник это мэлвин круп это капитан почтальник это мистер круп а точнее его вторая личность да ладно драматичный момент джорджа и гарольда вместе с мэлвином и мэлвинборгом удалось остановить наноботов использовавших раздражающую музыку чтобы помешать их работе попытка мэлвинборга убедить мэлвина бросить джорджа и гарольда умирать умирать в голове на на зеро на нулевых ботов провалилась когда мэлвин осознал зло в действиях своего будущего я и решил действовать против него в ужасе от последствий действий мэлвинборга мэлвин решил изменить свой образ жизни он начал помогать джорджу и гарольду что привело к удалению мэлвинборга из временной шкалы это изменение будущее это изменение будущего ознаменовала конец влияния и контроля мэлвинборга положив конец его правлению террора его правлению террора и восстановив баланс во временной шкале но теперь поговорим о способностях мэлвинборга но точнее о его о его навыках технологическое мастерство исключительные навыки в области технологии позволяющие ему позволяю позволяющие ему создавать перед передовые технологии передовые устройства и системы управления улучшение киборга усилий усиленные физические способности выносливость благодаря трансформации в киборга авторитарный контроль способность обеспечивать соблюдение строгих правил и предписаний часто с помощью страха и манипуляций создание состоит создание учитель тронов возможность заменять учителей людей роботами надзирателями усиливая контроль над школой самореклама навыки использования средств массовой информации ну сми и технологии для продвижить для своего продвижения например загрузка своей песни на телефону учеников напомню что этой песни играла только имя мелвин борга но точнее его оригинальное имя мэлвин ведь напоминаю что что мэлвин борга что мэлвин борг это имя это мэлвин снегли из из будущего кстати да и вот и мы тоже скоро и разберем но как-нибудь позже ладно экспериментирование знание в области генетических манипуляций биологических экспериментов хотя и с не хотя и с не хотя и с непредсказуемыми результатами но последствиями стратегические манипуляции способность разрабатывать сложные планы чтобы ослабить противников и достичь своих целей технологии наноботов использование наноботов как в наступательных так и в оборонительных целях в том числе для борьбы с глобальными угрозами адаптивность способность адаптировать свои стратегии тактики в ответ на неожиданные вызовы психологическая манипуляция умение манипулировать восприятием де восприятиями действиями других людей в соответствии со своими потребностями сохранять контроль ну а теперь поговорим об одной мелочи мэлвин борг 2 по опасности сладей во франшизе капитан подштанник после младшего то младшего тайне типе младшего тайне типе тайне типе ти 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 троузерса из серии книг поскольку в то время как чуть поскольку в то время как младший тайне типе хочет взорвать галактику мэлвин борг хотя и непреднамеренно создает наноботов которые почти которые почти обрекают человечеству на гибель ладно ребят что что я хочу сказать насчет мэлвин борга да он как бы он как бы и слом сломлен ведь он как бы и сломлен ведь да напоминаю ему джорджи гарольд ему мешали но в основном он является чистым злом из-за своего эгоизма и жестокости по отношению по отношению к другим да и то он 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 восхищается только лишь собой и считает себя высшим существом а остальных он считает он считает ничтожеством ничтожествами да и вообще тех кто ниже него самого именно поэтому я определяю его в тип чистого зла именно из-за этих факторов хотя он сломлен на несколько процентов ладно ну и да на это повлияла еще и автовария которая оставила еще больше психологический след психо еще больше психологический след на мэлвина на этом мы и закончим если вам понравилось это видео ставьте лайки подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать мои новые видосы пока об этом